приветствую вас друзья коллекционеры давно на этом канале не было не только меня но и обзоров на hot wheels давайте это исправлять погнали сегодня я бы хотел поделиться с вами своим мнением по поводу вот этого 5 пака из серии night burners знаете крайне редко так бывает что мне нравится 5 паки или упаковки на три модели как правило хоть одна машинка но вымораживает меня полностью что же касается этой упаковочки то тут нет ни одной машинки которая меня бы прям выбешивала да есть не самые яркие представители майн-лайнов но тем не менее назвать этот сет отстойным или еще каким-либо другим отрицательным синонимом у меня язык не поворачивается собственно давайте расскажу почему если в двух словах то все модели в этом с этим мне симпатичны в той или иной степени но так как я не умею в двух словах давайте подробнее рассмотрим каждую машинку и думаю тогда все встанет на свои места делаем все по плану рассматривать модели будем по порядку и начнем мы с рено модель это весьма молодая в линейке hot wheels впервые была представлена на сутку лекционеров в 2016 году и носит гордое название рено спорт rs 01 машинка в целом смотрится крайне годно кто бы там что не говорил очень здорово проработана цветовая гамма почти каждый момент в этой модели удался обтекаемая форма катки с глянцевой оранжевой окантовкой сочетание черного серого и оранжевого цветов на кузове огромное количество декалей которыми буквально усыпана вся модель все это в совокупности делает эту машинку крайне интересной да как это обычно бывает она тоже страдает ход вилсовским синдромом блин вспомнил же это выражение которое придумал уже кучу времени назад так вот этот самый синдром тут что называется на лицо а точнее на лице да и на заднице тоже перед и зад великолепно проработаны но как это часто бывает абсолютно не прокрашены к сожалению да кстати дно пластиковое кузов металлический поехали далее и вторым у нас идет красавчик по кличке dodge challenger дрифт кар именно эта модель в паре с кастомным мустангом заставили меня взять этот сет несмотря на тот факт что в общем и целом все машинки тут приятные в той или иной степени однако что я все вокруг да около dodge challenger в черном как же чертовски он хорош дизайнеры невероятно круто смогли сохранить баланс с декалями которые не превратили черного красавца в уродливого клоуна сбоку машинка просто поражает своей лаконичностью цветовым решением и конечно же аппетитными формами красотка в чистом виде ты прав я прям тащусь от этого доджика к слову сказать он также имеет пластиковое дно и металлический корпус салон кстати выполнен в тон деталям и окантовки на катках сделан он из салатового пластика конечно же если мы имеем столько декалей по бокам фары и фонари будут что правильно не прокрашены печально да критично нет ибо передок и без краски классно выглядит а зад даже если прокрасить будет слегка плоским но это особенность реального авто они дизайнера мотел кстати к созданию этой красотки приложил свою руку никто иной как сам фил риэлман но не только он эта тачка плод работы сразу двух дизайнеров вторым отцом машины является эрик черная черная скорее всего неправильно произнес фамилию автора если так прошу за это прощение а впервые модель увидела свет аж в 2011 году и за все время было выпущено немало классных дрифт болитов с разными цветовыми решениями еще один интересный факт за основу был взят реальный автомобиль на котором гонял известный шведский дрифтер фамилию которого я точно не смогу произнести правильно в общем погоняла у него было сумасшедший швед собственно почему было вроде он и до сих пор живет такие дела третья модель в паке как по мне самая невзрачная и не совсем понятно что она тут делает вот например прошлогодние варианты окраса в этот пак прекрасно бы подошли а данный экземпляр какой-то скучный декали крайне слабые колеса не в попад все что в этой модели меня цепляет это форма и цвет я всерьез задумываюсь над кастомизации этой машинки материалы как и у других тачек дно пластиковое и верх металлический ко всему вышесказанному добавьте и тот факт что и эту машину стороной не обошел хот-вилсовский синдром что только ухудшает мое к ней отношение в общем однозначно самая слабая модель в этом сете однако это и не урод которых часто пихают в разные упаковки на несколько машин столь низкая оценка для нее у меня подобрана из-за того что в сравнении с другими авто из этого сета она крайне слаба четвертая модель тоже весьма спорная и вызывает подгорание пятых точек у многих правильных коллекционеров сарказм да думаешь однако мне она крайне симпатично во первых у меня есть такая только не кабрик да и название у нее другое мэтт манга да и обвесов там побольше однако в целом модели очень похожи во вторых на мой вкус тут классно все и цветовое решение и декали которых не так много и даже катки собственно как форма дисков так и их цвет а он смысле цвет катков прекрасно сочетается золотистой полоской на дверях в отличие от других моделей тут но состоит из двух видов пластика и это все очень здорово обыграно и снаружи где нежно-синие элементы дополняют экстерьер и внутри благодаря двухцветности получилось так что сидение одного цвета одно другого как будто это коврики на мой взгляд очень классно выглядит да и отсутствие прорисовки фары фонарей в данной модели не критично ибо зад имеет неплохую проработку плюс многоцветность а спереди и вовсе не нужно ничего прорисовывать ну и вишенкой на торте можно назвать форму машинки в целом очень уж она похожа на анимешные автомобили собственно название о том и говорит трек манга манга это японские комиксы по которым как правило и снимают аниме к слову сказать модель весьма молодая и всего пару лет в мейнлайне в общем и целом машинка крайне симпатична и на полке будет разбавлять мою американской европейскую коллекцию последний по списку но точно не по значению идет кастерный ford mustang 12 года что иронично впервые в рамках мейнлайна эта модель появилась именно в 2012 и за все время было выпущено не то чтобы много моделей однако большая часть из них были очень стильными нашем же случае машинка шикарная яркая мощная заряженная и блин с хотвилсовским синдромом но несмотря на этот недуг перед и зад основательно проработаны и изобилуют деталями на этой модельки так много деталей что черт возьми она вся усыпана ими крыша капот передок и задок и даже боковые зеркала заднего вида тут присутствует а с боков кроме тюнинга и деталей имеется еще и весьма приятные декали которые просто шикарно сочетаются с окантовкой на катках да блин они и над салоном знатно потрудились и дополнительная рама и пассажирское кресло убрали в общем заряжен сейфорд на все сто процентов материалы привычные для этого пока верх металл низ пластик и небольшое резюме по этому паку на пять моделей самые достойные модели вот эти две американки в этом сете они явные фаворитки однако не стоит скидывать со счетов и остальные машинки ибо повторюсь набор в общем и целом крайне хорош на этом у меня все друзья коллекционеры благодарю вас за внимание и помните вы самые крутые ну и не забывайте канал сам отец и игрушки создаем коллекцию вместе всего вам доброго друзья пока 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 и и Субтитры подогнал «Симон»